Субтитры создавал DimaTorzok 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 что-то, знает, как все будет развиваться и так далее, это не отнимает у нас свободу выбора. Почему я так говорю? Потому что, с одной стороны, письменная Тора вроде как представляет перед нами такое спонтанное изменение, то есть были народы мира, мы читаем книгу Берешит, Ноах, человечество, и вдруг Всевышний творит Авраама, такое изменение. С другой стороны, мы видим, что, мы говорим, что человечество не сумело проявить этот свет, поэтому Всевышний творит новый народ. С другой стороны, мы видим, что знание Всевышнего, и даже в письменной Торе я об этом намеку, это ей было изначально. То есть мы видим, что ей народы Израиля, избранного народа, она была изначально. И даже письменный текст, хотя бы устная Тора, Мидраши и так далее, полны объяснений теме, что будет народ Израиля и так далее. Например, написано, что есть были семь вещей, которые предшествовали творению мира, одна из них это Израиль и так далее. Израиль, имеется в виду народ Израиля. Тем не менее, в письменном тексте в самом есть намеки на то, что Всевышний изначально ведет мир к тому, что будет народ, который вернет народы мира к Чувек, к Всевышнему, правитый Свет. Мы это видим в самом первом слове, Тор, письменный, слово Берешит. Раша там сразу объясняет, что нет такого слова Берешит на иврите, да, это по определенным грамматическим правилам не может быть такого слова. И Мидраш объясняет, Раша там приводит, да, объяснение Десов и Сталну, да, что речь идет о Смехуте, словосочетании двух слов, Бешвиль, Решит, да, и это для начатка. И одно из понятий начатка в Торе, да, у пророка мы находим слово, что Решит называется народ Израиля. То есть в первом слове Тор уже нарекано, что есть народ Израиля, а потом в шестом дне мы находим слово Йома Гашиши, это с буквой Гэй пишется из шестой день, все дни написано Решон, Шени там и так далее, не Решон, а написано Йом Ихад, потом Шенич, Реши, а шестой написано Гашиши с буквой Гэй, и сразу говорит имбусная Тора, что, да, здесь в писаном тексте есть намек на то, что будет тот шестое, то Гашиши, тот шестое Сивана, в котором будет дарование Торы народам Израиля, и это тоже намекается на эту вещь. Потом сразу же во втором рассказе Торы, книги Береши, про творение мира, да, то там написано, при сотворении неба и земли, и там в виде слова написано слово Бегибарам, да, при сотворении их, так, Бегибарам, это буквы, если поменять их порядок, то эти же буквы и слово будет, слово Абрагам, имя нашего прадца Абрагама, после того, как он перестал быть не евреем, а Абрамом, стал Абрагама с буквой Гэй, то есть тут тоже намекается на Абрагама, и народа Израиля, и может быть еще один очень такой намек, который не все его понимают, мы не лавлим это, да, что в книге Береши, есть там перечисления много, они как раз там потомках первого человека, и нам непонятно все эти имена, и зачем все это перечислять, но кто учит книгу кузыри, то вдруг понимает, обращает внимание, что перечисление идет очень определенным образом, сейчас не будем входить в эти нюансы, тем не менее, само перечисление, то, как там перечисляются потомки всех, сколько каждый жил и так далее, то видно, что очень определенным людям идет этот перечисление поколений, их возраст, кто сколько жил, период лет и так далее, и если обратить на это внимание, то получается, что есть когда определенная последовательность, от кого к кому приходил этот избранный свет, от каждого отца к определенному сыну, и только его имя упоминается, и так далее, и жизнь для этого отца, каждый упоминает, сколько он прожил до того, как родился у него этот сын, сколько он прожил после этого, как родился этот сын, и когда смотрим эту цепочку, то вдруг понимаем, видим, как визитом к кузыре, что это были те избранные люди, в которых этот свет Всевышний раскрыт и передавался, и он не мог перейти в массы, поэтому были некоторые единицы, которые у него удавались, этот свет Божественный раскрыть в своей личной жизни, были те, кто не сумели, допустим, Терех, Отец наш, Отец Авраама, он не смог это раскрыть, тем не менее, с переходом к Аврааму мы видим, что есть переход этого света из частной жизни в Кагарь, как говорит, не как кузырь, а приходит в общественную жизнь и создается этот уникальный народ, который должен привести всего человечества к тому, чтобы произвести свет Творца в этом мире. Но очень важно знать, то есть, с одной стороны, мы объяснили, что Авраам и Народ Казар выходят из народов мира, с другой стороны, после того, как Всевышний меняет эту программу, говорит, я сделаю из тебя, Авраам, великий народ, то программа меняется настолько кардинально, что оказывается, вроде как, такое складывается ощущение, что как будто бы нет связи между народом Израиля и народом мира. то есть, это возникновение народа Израиля, настолько как бы творения, настолько кардинально, настолько другая ступень, что это действительно новое творение, как говорят и пророки. Потому что народ Израиля должен раскрыть свет Творца не только в частной жизни каждого еврея, что это, в принципе, способны, может быть, и отдельные евреи, хасид народа мира, так называемые, и так далее. Речь идет о том, что народ Израиля как народ проявляет, как общество, как культура проявляет свет Творца, намного более, намного более сложная и запутанная задача. И тем не менее, после того, как Всевышний творит народ Израиля, то все, как бы, да, избранность находится в нем. Народы мира, их свет остался, как бы, это искрасывалось в них, она никуда не проявляется, наоборот, они только идут против нее, и, знаете, доходят до фашизма, там, антисемитизма и так далее, доходят только до темноты. Народ Израиля, наоборот, идет и раскрывает этот свет, и свет есть только в нем, только в народе Израиля. Мы видим, например, эту интересную вещь, такую, скажем, из такого понятия, из три вида неевреев, так, да, есть те, которые называются «идол поклонники», есть те, которые даже называются «сыны Ноха», так называемые, «бны Ноха», есть те, которые называются «хасидев Матулам», русско говорят, почему-то, «праведники народов мира», но на еврейском сказано «хасидев Матулам», это «хасиды народов мира», так, «я не дал поклонник», это «идол поклонники», «сыны Ноха», это те, кто соблюдает «соединение в виде Ноха», «хасиды народов мира», кто эти «хасиды народов мира», что они удостаиваются получить удел в будущем мире, то есть если у обычного неврея, который из «сына Ноха», исполняющегося заповеди, нет дела в будущем мире, то у «хасидов народов мира» есть этот дел. В чем разница между «хасидами народов мира» и «сыновями Ноха»? Они исполняют те же самые «семь заповедей», только причина того, что исполняет «хасид народов мира» эти «семь заповедей», это потому, что так связано в Торе Израиля, то есть из-за того, что он связывает исполнение этих «семь заповедей» с Торой, потому что так сказано в Торе народу Израиля от Всевышнего, то у него есть дело в будущем мире, называется «хасидов народов мира». А если это не еврей, который соблюдает эти «семь заповеди Ноха», не потому, что так сказано в книге Торе, это логично, это понятно и так далее, то он называется «мудрец народов мира», и «сынов», и так далее. Так Рамма объясняет в книге Миллахимета, кто хочет, может там посмотреть. То есть мы видим, что через призму народа Израиля, даже эта градация вне евреев, она очень важна. Кто себя связывает с народом Израиля, то есть связь с вечностью, с Тором Аббас, с будущим миром и так далее. Кто нет, то он замечательный человек, мудрец народов мира, но у него нет продолжения. Может быть, еще один пример приведем, мы говорим в Льха Дуди, каждый в Каббалат-Шаббат, когда молимся, там у нас такой есть отрывок, да, «соф маасебе, махшават хила». То есть, то, что в конце было в действии, в творении проявилось, на самом деле, изначально было Всевышним задумано еще в мысли. Поэтому здесь, да, мы видим, что в истории народ Израиля проявляется на арене как бы последним. То есть уже в книге главе Ноха проявляется 70 народов мира. И народ Израиля появляется последним, да, то есть он как результат выходит из народов мира, как мы видим, да, с другой стороны, правило, да, что он там появляется последним, но задуман был первым. То есть для него было все задумано. Это может быть похоже на соотношение между телом и душой, да, когда мы видим, что в этом мире этот человек рождается, у него есть тело, и человек много времени вкладывает в развитие тела. Его кормят, и мать его кормит, и потом он там сам развивается, и растет, и взрослеет, там и становится подростком. Пока только там в 13 лет и так далее человек есть возможность какая-то там проявить уже там божественную душу и так далее. То есть получается с точки зрения этого мира, то порядок он таков, что тело предшествует душе, да, но понятно, что кто знает о духовном мире, да, то понимает, что все наоборот. Сначала была душа, и душа должна была в этом мире проявиться, и потом, и для того, чтобы душа проявилась, было создано тело, и потом душа проявляется в теле. То есть получается здесь два процесса, да, смотрим в этом мире, то последовательно такая, есть тело, а потом проявляется, ну, без ряда шея проявляется душа. Если смотрим по сути, как оно есть на самом деле, да, то наоборот, процесс он другой, есть душа, которая для того, чтобы она проявилась, да, и создаётся тело, через которое потом она проявляется. Получается, душа предшествовала телу, да, то есть мы говорим софма ассебе махшават фила, да, сначала, то есть ты видишь, что здесь было сделано последним, знаешь, что было задумано первым. Так и здесь, народ Израиля вроде как появляется после 70 народов мира, Абрагам выходит после Вилонской башни, и он вроде как последний, да, он как бы выжил народом мира, но с другой стороны, да, и здесь намёк, что он знает, что изначально Всевышний так задумывал, то есть, получается, нужно увидеть как бы эти два пути, да, как в этом мире всё проявляется, вроде как человечество пытается, проявить Божественный свет, у него не получается, и в итоге появляется безвыходная ситуация, так называемая, и выходит Абрагам. С другой стороны, мы знаем, да, что всё так было изначально задумано, и Абрагам было задумано в самом начале, и народ Израиля, и потом народу мира проявляется. И когда Всевышний создаёт народ Израиля, то пророк говорит нам, пророк Ущаял говорит нам, что, да, интересный такой посук, «Амзу я цартили и рати и саперу», то есть, «Я создал», говорит Всевышний, себе этот народ, чтобы они меня прославляли, то есть, здесь слово, здесь слово «итсира», создание, то есть, Всевышний действительно творит народ Израиля, это новое творение, и после того, как это новое творение, то свет Всевышнего теперь с этого момента с Авраама и потом с поведения народа Израиля на горе Синай находится только в народе Израиля с этого момента теперь невозможно прийти к Всевышнему в этом мире не через призму народа Израиля как вам привел пример несколько минут назад понятие хасид народов мира человек не может стать хасидом не может получить связь с вечным бесконечным без того что он связал себя с Торой народа Израиля потому что в Торе народа Израиля так написано так и здесь после того как Всевышний творит народ Израиля несмотря на то что в народовых мирах есть искра божественная тем не менее настолько это парадоксальное абсолютное такое новое творение что теперь только в народе Израиля и только через народ Израиля есть связь со Всевышним в этом мире любая попытка в этом мире человека либо какого-то общества связаться со Всевышним, с Божественным в этом мире не через призму, не через связь с народом Израиля, не через наставление народа Израиля, а на саммитических дал поклонство, как было сказано нашему прадцу Аврааму, и в тебе благословятся все времена земные, то есть только через тебя. Мы видим здесь самый яркий пример Гиюра, и может быть это нас учит, не может быть, это учит нас законом Гиюра и идеям Гиюра. Это Гиюра бабушки царя Давида Руд. Мы еще поговорим, почему Машир должен был выйти из Геров, не только из Геров, но через связь с Герами. Мы еще поговорим в следующих беседах про эту идею. Тем не менее, у Руд мы учим, как правильно, не только правильно проходить Гиюр, а вообще, какова идея теперь связи между человеком и Всевышним в этом мире. Так вот так, когда их Руд пытается, не Руд, а Наоми пытается, о, прям, только я это самое, хотел открыть, и сразу прямо на этой странице открылось, там, где им нужно было. Из, сколько здесь, 400 страниц, здесь есть книжки, в КТУВИМ, в русском издании. Это, наверное, никакое не чудо, просто, наверное, когда-то здесь я с кем-то это учил, может быть, и оно так и осталось, а может быть и чудо. Так вот, когда Наоми, говорит, пытается прогнать здесь, обратно вернуть их двух своих невесток, и, говорит, им сказала, вот, и поцеловала Орпа свекровь свою на прощание, А Руд осталась с ней, я читаю в Свиток Руд, первая глава, скажем, 14-15 посылки, дальше. Да, и Руд осталась с ней, с Наоми, и сказала ей Наоми, да, Наоми сказала, Руд, возвращайся и ты за невесткой своей, но сказала Руд, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь, пойду я, где ты заночуешь, там я заночую, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог, и так далее. То есть, мы видим здесь, Руд, на случай очень важного вещи, да, если бы мы говорили про человека, который проходит Ги-Юр, там, хочет присоединиться ко Всевышнему, то, скорее всего, если бы мы писали Танах, не дай Бог, да, то мы бы написали, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ, говорит Руд. То есть, получается, да, я хочу приблизиться ко Всевышнему, и как к нему приблизиться? Ну, что я частью этого народа? Да, такой процесс, да, такая форма. То есть, я приблизаюсь ко Всевышнему через народ, но Руд говорит другую вещь, он говорит другой порядок, твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. То есть, да, народ это не средство, а, как говорит Всевышний нам в книге Вайкра, «Я сулю мешкану шаханти бетухам», и сделайте мешкан, я буду обитать в вас, шаханти бетухам, не в мешкане Всевышнем будет обитать, а в нас, да, и поэтому нужно понять, это, конечно, много-много нужно объяснять, и Кузыри вся этому посвящена, понять эту идею, что шхина – это народ Израиля. Народ Израиля – это шхина, да, проявление Всевышнего в этом мире, это пятая ступень народа Израиля, попытка связаться с Всевышним, не в связи, не будучи частью народа Израиля, либо не связь с народом Израиля, это идолопоклонство. Всевышний, после этого изменения с Авраамом, я сделаю тебя, да, сделаю, сотворю тебя народом великим, с этого момента Всевышний находится в народе Израиля. Хас вошел мне, говорю, что весь Всевышний находится в народе Израиля, но с точки зрения проявления божественного в этом мире, ступеней проявления божественного в этом мире, то самая высшая ступень – это ступень народа Израиля в этом мире. И поэтому Руд говорит правильный порядок, она говорит то, что мы не даем оценки, но она звучит как правильно приближаться к Всевышнему, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог, будучи счастьем народа Израиля, у тебя есть счастье Всевышнего. Получается, после того, как Всевышний Авраама делает великим народом, обещает этому, с этого момента закрывается возможность для народа мира самим прийти ко Всевышнему, не только технически, а попытка человека остаться Всевышним не через народ Израиля, это идолопоклонство, и виды идолопоклонства, за которые убивают, полагается смертная казнь. Есть виды идолопоклонства, за которые, может быть, не полагается смертная казнь, но сама идея идолопоклонческая. Поэтому, да, в тебе благословятся все племена земные, все народы мира найдут через тебя, как связаться со Всевышним, как люди Божественные. То же самое, в принципе, мы говорим уже себе, не народа мира, каждый день, но мы говорим, да, в Шума Иснае говорим, Шума Исраэль, Ашем Эл-Люкей, ну, Ашем Ихад. Да, то есть, что мы говорим, что кто слышит, да, слушая Израиль, что Бога найдет, то есть, кто может слышать то, что Всевышний един, кто может слышать Божественную идею в этом мире, кто может постичь единство Всевышнего в этом мире, ответ, слушая Израиль. Не еврей, а Израиль, народ Израиля, общность Израиля, она в состоянии, да, воспринимать Божественную идею в этом мире. И потом учить ее всему миру, да, что это наш Бог, он Бог один для всего мира, но где проявляется Божественная идея, кто ее слышит? Израиль, народ Израиля. Поэтому, с этого момента, когда мир и народ Израиля, то есть очень критическая, как бы, да, такая, как сказать по-русски, да, такая очень острое разделение между народом Израиля, народом и мира. Хотя мы вышли из народа мира с одной стороны, с другой стороны, все, у нас есть и законы другие, и еда у нас другая, и дни у нас другие, и нельзя нам есть то, что они едят, и жениться с ними нельзя, да. Так же, как человек обычный, человек здоровый, да, там, не знаю, там, русский не женится на лошади, да, то нееврей не может жениться на нееврейке, да, то, что мы иногда по ошибке совершаем такие, там, преступления, и люди, там, женятся, смешанные браки, да, потому что мы после 2000 лет Галута забыли, кто мы есть на самом деле, да, и, как сегодня с людьми, которые, там, не знаю, там, и, может быть, живут раздатной жизнью, там, и, может быть, видят... Может быть, видят в человеке, как части животного мира, и, да, есть тут такие тенденции сегодня в мире, да, там, легализовать, там, и не только однополые браки, там, ну, и жить с животными и так далее, только, только потому, что человек забыл, что он человек, то же самое еврей, народ Израиля, да, когда забывает, кто он есть на самом деле, то он может себе позволить жениться на нееврея, не потому что мы сейчас, да, лошадь, она неплохая, там, да, и нееврей, он неплохой, разные ступени, так же, как человеку не подобает жить с кем-то, с другой ступени, то есть здесь народ Израиля, да, и народа мира неочевидных, что есть такой народ Израиля, да, это... Дельная тема, нужно ее учить, что это такая пятая ступень, да, если живое, растительное, животное, человек, есть ступень поруческая, народ Израиля, да, но настолько великая эта ступень, настолько она другая, да, настолько это новое творение, что, да, в этом аспекте теперь можно понять все эти законы, которые отделяют нас за народом мира, не позволяют нам никак с ними смешиваться, да, это не потому что в них что-то есть плохое, там, они такие все плохие, корявые, нельзя, нет, есть хорошие, не евреи и так далее, да, а это просто народ Израиля, что-то другое, поэтому есть очень критичное, острое такое разделение между народом Израиля, народом и мира, и теперь вопрос, так как же быть, с одной стороны, мы вышли из народа мира, что, что это показывает то, что в народах мира был этот свет, есть этот свет, не может проявиться, с другой стороны, когда Всевышний нас делает этим народом, да, то мы настолько отдельные, отделяемся, выделены, да, и так далее, что нет никакого смешения и так далее, вопрос, как теперь эти две идеи, так мы часть народа мира, мы для народа мира, мы должны быть, обратиться к ними, либо мы что-то отдельное, что-то другое, и оставляем их в стороне, и как бы занимаемся своей какой-то духовной работой и так далее, из-за того, что мы видим, что как раз идея Гьюра показывает нам эту связь, как объединить две идеи, и для этого мы в следующий раз поговорим о том, как эти две идеи объединяются в единое целое, это наша деленность и выделенность, и избранность, с другой стороны, то, что мы вышли из народа мира, и в них тоже есть этот божественный свет, который пока еще не проявляется, к сожалению, без Адашем, поговорим об этом в следующий раз, до встречи, шалом!